Всем привет! Обзор смартфона Sigma Mobile Extreme PQ54 Max. Это смартфон в защищенном корпусе. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Теперь давайте перейдем к его распаковке, посмотрим на комплектацию. В комплектации такая вот большая коробка, красиво все упаковано. Сам смартфончик, его пока в сторону, посмотрим на комплектацию. Это пленка, которая была на дисплее устройства. В комплектации обнаружим документацию, наушники, те простенькие, затычки, но они есть. Кабель USB Type-C для подключения к компьютеру и зарядке и адаптер питания, а также скрепочка для сим-слота. Окей. Хорошая комплектация, с наушниками. И все аккуратно упаковано. Теперь о самом смартфоне. Вот, защищенный корпус, стрессоустойчивый. На задней части вспышка камеры 16 мегапикселей, одинарная камера и сканер отпечатка пальцев. Это смарт-кнопка. Вот. Справа кнопка включения кнопки регулировки громкости. Сверху у нас затычка для джека для наушников. Снизу для USB Type-C. Тоже затычка. Открывается тут USB Type-C. Окей. Ну и слот у нас для SIM-карточек и microSD-карточки для расширения памяти. Так. Сейчас, где-то тут мой ключик должен быть. Открываем слот. Вот я такой вот слот, комбинированный. Можем использовать устройство на две наносим карточки. Или одну наносим карточку и microSD-карточку для расширения памяти. Закрываем. Включим смартфончик. Диагональ дисплея 5,7 дюймов. Тут разговорный динамик, фронтальная камера. Габариты смартфона в высоту 164 мм. Ширина 76 мм. Толщина почти 15 мм. Почти полтора сантиметра. Вес 265 граммов. И смартфоне установлена батарейка в 6500 мАч. Есть возможность быстрой зарядки. Также есть возможность беспроводной зарядки. Разбекируем. Перейдем в настройки. Посмотрим на версии операционной системы. О телефоне. Android 10. Закрываем. Дисплей HD. HD+, IPS дисплей 1440 на 720 точек разрешения этого дисплея. Корни Gorilla Glass 3-го поколения. Дисплей обычный 60 Гц, поддерживающий 5 точек касания. По техническим характеристикам оперативки 4 гигабайта, 64 гигабайта встроенной памяти. Можно расширить до 128 гигабайт еще с помощью microSD карточки. Но тогда придется пожертвовать второй симкой. Нужно выключить звук. Процессор от Mediatek. Это Helio P22 или MT6762. 8-ядерный 1.5 и 2 ГГц. Тактовая частота 4 плюс 4. PowerWirage E8320. Разрешение DisplayPPA. Запускаем тест процессора. Увидите уже сам результат. Так, результат теста в Geekbench 5. 158 одноядерный и 800 мультиядерный тест. Он в сравнении с другими устройствами. Это одноядерный. И мультиядерный тест в сравнении с другими устройствами. Ну тут как-то не очень, да, мы набираем. Хорошо, закрываем. Это тест. Переходим к Antutu Benchmark. Так, настроим разрешение. И запустим тест. Увидите результат. Так, результат теста Antutu Benchmark. 92 тысячи. Небольшой результат. Конечно, производительность тут в этом смартфоне не на первом месте. Обычно в таких вообще защищенных смартфонах производительность не на первых местах, конечно, идет. Тут ее достаточно, да, чтобы комфортно, достаточно комфортно выполнять функции смартфона. Но там для каких-то тяжелых игрушек, какой-то там производительности, перфоманс этого будет мало. Посмотрим, как еще работает в GTA San Andreas. То есть, главное, конечно, это автономность. Это тут 6500 мАч батарейка, очень хорошая автономность. Более полтора дня работает в нормальном использовании. И очень быстро заряжается. Посмотрим на максимальных настройках графики GTA San Andreas, как работает. Это не топовая игра по требованиям, но такая достаточно требовательная игра. Видим, что работает. То есть, производительности хватает для подобных игрушек, чтобы они работали на хорошей графике с хорошей плавностью. Так, и теперь покажу вам примеристников на основную камеру этого устройства. Камера здесь основная одинарная 16 мегапикселей, фронталка 5 мегапикселей. И сейчас вы увидите примеристников на эту основную камеру. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!